ну что же всем привет сегодня начну свои рассказы о шопинге вообще что здесь происходит какие магазины что открыто ну и начнем с привычных нам вещей это же конечно же икея сегодня четверг и я приехал в четверг сдать товар кое-какой в икее то значит что ничего не надо выбирать господи можно просто поесть фрикаделик или сдать пару сумок ну и параллельно я буду показывать что и как здесь происходит хотя по моему мнению в общем то все приблизительно то же самое что и у нас в россии но давайте посмотрим у меня конечно же самая знаменательная часть это буфет потому что даже пользуясь своим каким-то служебным положением сколько раз я не приходил в икеевские столовые там в понедельник утром во вторник вечером или в среду днем никогда там не было столько людей как здесь дорогие друзья то есть людей так скажем просто нет нифига и что же мы получили за эти деньги получается 16 долларов за салат за лосось за пирожок за такой вот сок и еще за кофе получилось 16 долларов посчитайте переводить по моим ощущениям что цены приблизительно такие же только вот доходы разные вот дальше пойдем что магазин посмотрим что в магазине все трапеза закончена я честно говоря не думаю что про икею получится какой-то супер уникальный репортаж потому что специфика всяких сетевых вот хочу здесь рассказать на бабушкиной кухне обклеенной газетами специфика всех этих сетевых мест это же их и плюс может быть для кого-то и минус что мне кажется даже если ты в буркина фасо зайдешь в икею если она там есть там будет выглядеть как то так же то есть ты чувствуешь себя комфортно также как с макдональдсом ты заходишь и видишь все там же те же самые вещи на тех же самых местах покупаешь их и живешь счастливо думаю что такой индивидуальный неповторимый но купил еще один миллион вещей которые уже куплены другими людьми вот такие вот дела в одну пойдем посмотрим все те же чашки ложки ну вот единственное отличие от классической планировки что она двухэтажная хотя кто сказал что один этаж это классика в химках по моему нас в москве двухэтажная вот эту комнату очень люблю просто же класс вот мы отчасти вдохновлялись этой комнатой обставляя свой балкон у нас конечно совсем другие площадя но посмотрите на эту красоту я думаю здесь долларов на 600 минимум уже говорил поражает отсутствие вообще людей потому что в москве честно говоря такого не помню даже если в четверг а четверг у многих наших людей тоже считай пятница в пятницу можно вообще на работу не ходить это практически полное отсутствие людей как вы видите вот уникально и и и просто наслаждаться жизнью это же прекрасно не расталкивай никого то девушка единственная которая вдалеке в коридоре это и то сотрудница икеи вообще сначала очень удивилась когда мы только приехали сюда вообще первый раз я посмотрел что типа в салт-лейке не такие как что вообще почему вот а потом оказалось что она просто не салт-лейке а в дрейпере ну типа в балашихе или балашихе одни мои друзья рассказывали что они до 20 лет назад сюда переехали начали устраиваться икея здесь действительно не было нигде не в дрейперах не не вправо и но она уже была как бы известна по всем миру все знали стайл и что и как и они были вынуждены просто как мы покупали мебель сумасшедшую американскую огромного размера да она хорошая классная деревянная там кожаная но за сумасшедшие деньги привозили домой она еще при этом нам не нравилось то есть и товарищ рассказывает что как ты когда узнал что будет строить икею я раз месяц ездил и проверял стройку то есть насколько там кран движется не движется строит ли икея или нет то есть вот до такого состояния были доведены ютовцы каждый раз когда подхожу к этому зеркалу мне складывается праздничное настроение как будто я куда-то приехал в какой-то отель вот это зеркало цветы черно-белые фотокарточки но не праздник ли ну в общем да икея как икея и для тех кто уже кому скучно до колика в животе в продолжение будет рассказ ну я подумал почему заехать не купить вина поэтому заедем liquor store вот это уже достаточно экзотика такая для юты в частности поэтому как говорится не переключайтесь жало единственный отдел который я не могу обойти стороной когда прихожу в икея это отдел света не знаю как на меня манит мое какое-то художество по свету сюда и хочется все время что-то покупать смотреть и добавлять плюс ко всему для этого американцев создан специальный living room в котором нет освещения сверху и ты вынужден все это разбавлять какими-то брат аршерами гирляндами всем прочим поэтому нравится лайк а вот это еще одна теперь уже не только моя но и наш с Ириной любимая комната когда-нибудь все дети вырастут и мы останемся вдвоем выкрасим все стены в черный и будем наслаждаться этой темнотой вот на помощь классный дизайн очень все здорово стильно однозначно лайк а в москве есть такая комната ну и все заканчивается такой же self-serve furniture zone где можно собрать все упаковать увезти и вот за последние пару месяцев мы были здесь с десяток раз но я тоже точно я никогда ни разу не видел что кто-то катался на тележках как так почему почему вы пускаете это уникальный шанс покататься на тележке вот ну anyway вот так же было сейчас я выйдем еще зону погрузки но всегда радует девушки которые такие в кобойских сапогах в джинсах приезжая такие хоп-хоп-хоп погрузили мебель сами в свой там track и все и погнали мужчины не нужны мужчины в церкви а еще хороший отдел который нельзя пропускать это с из где продаются какие-то там пока цены не может быть испорчены вещи ну типа как вот они есть посмотрим что что сегодня нам господь приготовил вот он никогда и поход в икею еще не был таким скоростным просто можно прям записывать в книгу рекордов так где машина машина уже упали сейчас сдаем и домой и вот даже сложив уже сумку холодильник и киевские продукты все это выглядит так как будто ты вот пикник неизбежен просто так сильно все и еще конечно же самая крутецкая вещь по поводу икея это то где она расположена сегодня у нас инверсия что за инверсия об этом один из наших выпусков так вот сегодня из инверсии горы где-то вот там их еле еле видно но верьте мне люди они там есть вот да один из выпусков надо рассказать про инверсию сегодня очень хороший пример этого всего плюс я еще с балкона вам покажу что это значит моя невероятная вещь ну помимо того что я забыл крепление для google про конечно же вот сейчас мы датурин лифт и мы в одной минуте от икеи и сейчас там будут пастись лошади то есть может быть со временем не это надоест скажу что это за деревня господь в которой мы живем но пока это выглядит очень круто то есть ты вот едешь там вот хайвей позади нас икея и сейчас будут кони на балконе господи стыд-то какой ни одного коня не видно на видео кто же не поверят они чаще ощущения не вернее траки и вот кони смотрим во все глаза вон они пасутся то есть мы выехали из икеи и вот там вот пасутся кони в ассортименте при том то есть все вокруг тут окружено какими-то фермами по моему прекрасно вот дальше там начинается город и мы едем соответственно дальше домой по делам в лучах заката уже прибыли соответственно клика в сторону то есть они здесь вот такая расположена особняком они в принципе в других штатах расположена особняком но по той причине что там просто больше алкоголя чем в обычных магазинах здесь же в магазинах в алкоголе не найдете вообще то есть кроме там пива и сидра ниже четырех градусов и весь алкоголь сконцентрирован как раз таки и вот в этих прекрасных магазинах ну что пойдемте моя любимая стойка с австралийским вином что у нас принято если красная то австралийская если белая то новозеландская скромный выбор как говорится сделан хоть что-то родное водка камчатка вот это единственный уголок которым есть бельгийское пиво мне ощущение что эту бутылку я отсюда взял что покупаю его по-моему только я возьмем тем не менее зелириум достаточно редкая вещь здесь что еще у нас есть максиматоры лицеферы в общем да сатана просто вот это эпик местная пивоварня очень классное пиво делает и тот случай когда в больших бутылках по 06 вот это круто этот вот мужчина главный пивовар компании squatters это признанно как-то лучшим ютовским пивом берем не знаете как испортить пиво спросите вот этих людей это просто ужас просто лагер один из а сделали в америке все худшее что могло случиться с пивом водочка конечно все как полагается что еще канадское пиво это полнейший факт не что нельзя не заметить русский стандарт пожалуйста в ассортименте пока поставим на полочку до следующего борща ну потом есть значит юмор местный про 5 джон конечно же есть лодка салт лейк сити и даже исландская водка рейка что в общем то очень удивительно для меня откуда она здесь взялась но на нее дискаунт видимо никто даже не предполагает что ее надо покупать вот у нас астралийское пиво стоит минимум наверное 10 долларов здесь 799 так надо брать рискошное по им делу основной напиток наверное что-то да из салт лейка ну кто же его не знает наверное ребята из лдс втихаря и гонят его что и что что хеннесси пожалуйста 38,85 за большую бутылку сможете сравнить бейлис вот американцы предпочитают вот такие размеры бутылок ну чтоб сразу взял полтора литра в стекле на большую тусу и типа так получается даже дешевле ну не знаю по мне как-то не эстетически брать руки такой вот пузырь и и куда с ним как паниках а бросаться на танк а это вот вино из юты the high winery то есть у нас с малинкой там с какими-то всякими присадками фруктами стоит сумасшедших денег в 17 долларов то есть против австралийского за там 6,99 сегодня не будем поддерживать местного производителя обойдется тем более мне кажется это крайне сомнительная затея вот такое какое-то крепкое вино больше там 12-13 градусов еще с всякими ягодками что-то козе ну и как говорится на дорожку можно взять шурданешечку в баночке так сказать на ход ноги ну российская классика сколько 3,99 взял и пошел гулять мартини асти здесь выглядит вот так стоит 14,99 кому интересно такой индикативный русский напиток и запел стинг по этому поводу саке пожалуйста в ассортименте дальше все вина разложены по сортам мерло шара спина гриджа в общем рак ну и конечно же ну и конечно же куда же без органик органик local fresh вина калифорнийское вино за 6,99 надо брать ну что же с пакетом вот с таким это да здравствует американская классика то есть обязательно в пакетик вот чтоб можно как говорится сразу было открыть выпить закурить вот такие вот дела друзья сегодня мы сходили в икею сходили liquor store а завтра наверное зайду в apple еще куда-нибудь то есть покажу может быть какие-то отличительные черты что это интересное вот такие вот дела так что все я продолжу второй день рассказывать вам про особенности шоппинга сегодня мы в полном составе как ни странно сейчас идет дождь давайте посмотрим покрываемся водой да я люблю это всегда называть особенности курортного климата вот но тем не менее мы приехали наверное в одной из самых известных магазинов и торговых центров это fashion place где расположены все собственно гиганты легкой текстильной промышленности дым apple store вот так что сейчас все посмотрим чего у нас тут как бы ничего особенного но рубрики а как у них а дождь вот можно на очки мне посмотреть реально идет дождь это ли не праздник потому что над нами такая огромная туча как вспоминается из детства какой-то фильм про фантоции где он так вышел и над ним тучка такая вот дела вот мы сейчас чувствуем вот сегодня да видно вокруг горы на самом деле в заре началась распродажа и плюс у нас там еще работает знакомая поэтому satisfaction гарантий в общем эти все как у людей все виктория секрет за трусишками все забежали вот сифора банана репаблик сифора вот подсказывают да стильные парни не стильные девушки вот перегревшиеся gopro вернулась сегодня как раз тот день когда был заполучен новый canon 5d mark 4 как раз и выкладывал пост в инстаграм стоит он где-то 2400 тушка потому что объективы я все покупал отдельно и не все новые но вот такая цена я полагаю что в россии сейчас конечно надо успевать что-то покупать потому что с ростом цены долл стоимости курса доллара будет дальше только веселей так мы заходим в apple store и что же у нас почем а тут все без ценников бери что хочешь просто и уноси кстати офигенное количество народу постоянно в apple store видимо в силу программ постоянных поддержки ремонта и всего прочего то есть видите сколько всего и вся евгений здесь тоже как-то сидел да ушел ни с чем вот ну по ценам я напишу позже потому что на полке реально цен нет а так все все как обычно как у нас наверное в restore по ремешочки чехольчики всякие штучки вот и все счастливы вот больше всего меня помимо телефонов интересует как раз полка где вот продаются всякие адаптеры и всякие штуки потому что вот столкнувшись со своим опытом я понял что скупой платит дважды покупаешь неоригинальный какой-то переходник и через там два месяца после обшивки и прошивки все это летит к чертям и ничего не работает вот как всегда придешь за переходником а его на полке нет товарищ пошел искать вот а пока у нас кто-то сладенько там спит и это тот прекрасный шанс когда можно спокойно походить по магазинам народу просто ужас так всегда при этом когда даже пытаешься записаться по телефону или на сайте очередь на неделю вперед на какую-то сервисную службу то есть если что-то надо поменять или починить надо ждать офигеть кстати еще очень любопытно посмотреть какое снаряжение носят работники apple то есть у каждого рация встроенный какой-то там монитор по которому он слышит что интернет по внутренней связи два телефона планшет в руках и все это вот товарищи носит перед собой или вот допустим у девушки или вот парень стоит тоже у него на штанах висит куча всего все не могу больше пользоваться своим служебным положением как раньше приходится вот платить за вот этот несчастный переходник 34 мать его доллара чтобы подключить apple к проектору вот но на войне не без потерь но в знак утешения когда ты выходишь вот прям из-за платья тебе стоят русские березоньки чтоб ты не расстраивался так сильно сынок ну заплатил ну подойди березу погрызи что ли H&M вашему вниманию ничего особенного куча людей куча дешевой одежды какой-то перманентный вообще сейл как бы можно затариться прийти на 50 долларов купить себе пару модных луков которые те хватит как раз на один сезон вы что H&M знаете это вам это вам не зара вот ну в общем ничего какого-то такого сверх естественного но музончик качает и все счастливы вот может сейчас разживемся трусишками зайками серенькими но здесь тоже да кромешный back to school уже жилеточки брючки еще рубрика это интересно вот сейчас пришли съесть сицилийских котлет по-киевски попросили девочку сделать кофе с молоком ну кофе с молоком пожалуйста ирина расскажите как вы заказывает кофе и молоко все как бы ну и с сахаром вот сахар пейте раз раз оттуда и отсюда прекрасно а сейчас мы вам расскажем про оранчини это аналог котлет по-киевски но сицилийским так скажем характером и так ирина демонстрирует нам вскрытие оранчини да то есть что внутри находится рис сыр курица зелень что-то такое итальянское ну да то есть я когда увидел то есть это что-то максимально такое похоже и по консистенции но без ярко выраженный такой куриные составляющие в принципе неплохо стоит это здесь 599 после вскрытия это выглядит вот так такая вот котлетка такая приятная теплая масса а так что сейчас закусываем и вот такой у меня получился тройной выпуск икея лико кера водочный и и котлетошно зарышный пока пока ирина ведет немножко еще салтлейка вам ленту какая красота да иди коры на стиле у нас тут знаете хоть рукава одел а то похолодало а раньше куда катится этот мир как говорится не твой вот обещаешься нет это и и и Продолжение следует...